Следующий вопрос, ашуфа тукил арт. Теперь будет разбираться группа вопросов относительно того, на что вообще распространяется шуфа, то есть на какие товары, на какие объекты вообще распространяется преимущественное право покупки. Так вот, вопрос ашуфа тукил арт. Является ли установленным и действительным и узаконенным понятие шуфа относительно земельных участков? Говорит ашуфа тукил арт. Говорит ашуфа, то есть понятие преимущественного права покупки, установлено и узаконено относительно земельных участков у ученых. Говорит ашуфа, то есть понятие преимущественного права покупки, а также другие обладатели знания передали отсутствие разногласия в этом вопросе. У тех, кто вообще считает шуфа узаконенной. То есть Мария Ибн Худама и Шахмислав Матаймия передают единогласное мнение, или точнее отсутствие всякого разногласия в вопросе о том, действительно ли шуфа относительно земельных участков. Но от кого он передает или они? Передают от тех, которые вообще считают шуфа в шариате узаконенной. В общем, а кто считает его узаконенной? Как мы говорили, все обладатели знания, кроме Абубахра Асамбальму Атазели. И его разногласия в этом вопросе не принимаются в расчет. Но вместе с этим Ибн Хазм передал от Усмана Аль-Батти, Аль-Хасана, а также Аль-Хасана Аль-Басри, Аль-Хиляфа Фидалик. Разногласия в этом вопросе. Что за разногласия? В каком вопросе? То есть, Ибн Хазм передал от Усмана Аль-Батти, а также Аль-Хасана Аль-Басри, то, что они не считали узаконенным понятие шуфа, понятие преимущественного права покупки относительно земельных участков. И правильное мнение в этом вопросе. Узаконенность шуфа относительно земельных участков из-за тех доводов, которые упомянуты в главе Улла-Вады. Хадис 889 является ясным доводом в этом вопросе. И в нем видно слово арб, а также раба, а также хаек, сказано относительно земли, а также жилища, а также сада. Это слово земля сказано конкретно. То есть, земельные участки относительно них шуфа распространяется. Что это означает? Означает то, что если ты и я, допустим, или какие-то два других человека владеют определенным участком земли, который между ними не поделен. Что значит не поделен? Имеется в виду, поделен в том смысле, что один знает, какой его участок, и второй знает, какой его участок. Один знает, что его участок западный, а другой знает, что его участок восточный, допустим. Не в этом смысле не поделен, но в том смысле, что между ними не проведено ни стены, ни дороги, ничего. То есть, участок является каким? Единым. Тогда относительно него вступает в силу преимущественное право покупки. Ты, как мой партнер в этом земельном участке, не имеешь права продавать свою долю какому-то другому человеку, не предупредив меня. Если все-таки ты это сделал, то я могу у твоего покупателя эту землю забрать себе. Имею право на это. Далее.